Спасибо вам, Надежда Алексеевна. Моментально откликаться и делать добрые дела уже вошло в привычку Надежды Дмитриевой. Волонтерством она занимается 7 лет. Говорит, получать награды всегда приятно. Но забота об окружающих и тот душевный порыв, который испытывает, поднимает настроение. Когда по началу первой волны я сама принимала вызовы, нам позвонила бабулечка, которой очень срочно нужно было доставить препараты. И мы тогда как раз сами, самостоятельно, руководство отправилось на этот вызов. И бабушка, она очень сильно волновалась, она была вся в слезах, у нее была истерика. И пока мы доставляли ей эти лекарства, мы периодически разговаривали с ней по телефону, успокаивая ее. И вот те слова благодарности, которые ты получаешь в ответ, когда тебя хотят чем-то угостить даже, или просто говорят тебе спасибо, вот это, наверное, самая лучшая награда, которую может получить волонтер. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в честь 19-летия Единой России по видеосвязи поздравил однопартийцев, а также поблагодарил волонтеров и медиков, которые с весны этого года помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации. Добровольцы помогли более 50 тысячам жителей региона не только получить нужные товары, но и избежать риска заражения. Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений – автоволонтерство. На вызовы к пациентам врачи отвозят добровольцы. По видеосвязи Дмитрий Азаров пообщался и с депутатами Государственной Думы и поблагодарил их за помощь, оказанную региону. Несмотря на то, что очень непросто приходится региональному бюджету, но у нас 2021 год, тем не менее, на 2 миллиарда эту статью мы увеличили. А если сопоставлять с цифрами 2019 года, то это больше на 5 миллиардов рублей. Во многом, конечно, это стало возможным благодаря работе депутатов Государственной Думы. Хочу вам сказать, что в проекте бюджета, собственно говоря, в бюджете федеральном и в проекте бюджета нашем, надеюсь, мы его примем в ближайшее время, отразим средства федеральные. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что с ростом числа вирусных и легочных заболеваний на медиков легла колоссальная нагрузка. Им на помощь также пришли волонтеры. Елена Малютина, Константин Головин. События.